здравствуйте здравствуйте андрей чего уж поговорим про баду давайте поговорим про баду включен свет чуть-чуть все некрасивенький так хочу мне за музыка играет непонятно так на фоне пусть шумит играет чё марат активный пользователь баду здравствуйте здравствуйте не активный уже в прошлом прошлом до всем и таки в прошлом активные пользователи набегами как натор монгола набегами по какой-то бенвист приехал не люблю по его на самом деле мне больше по душе не судясь ну да вот так вот не мудрено да да немного это такое чтобы мы не уперся просто это каршеринг у нас километры закончились а время еще не кончилось и мы вот сидим и чилим думаю совместим приятно с полезным и заодно чем такое с ними ну так вот какие типы девушек не встречались на баду разные сложно да типа не будем выделять типа выйти в конкретных девушек блин давай марат такие не на баду а да и на баду на баду расскажу во первых под видом взрослой девчонки 20-летний сидела пиздюшка извините за выражение не хорошо блин она же тебя поймет но я запекаю а то кто будет смотреть вот да сделала маленькая девочка школьница ну как маленькая ну или 16 наверное 15 вот и выпендрил что он там до хера львится в сексе там во всем таком то есть но и конечно я как умный человек ограничился тем что узнал что и 15 лет и нахер все это послал то что он это то есть дети регистрироваться на баду под левыми профилями добавляют левые фотки причем когда ты палишь то что это левая фотка ты говоришь блин ты дура это левая фотка на гугле гуглиться спокойно типа в чем проблема но вот дети хотят не знаю они там хотят особенно 16-летней девчонки тогда я расскажу одну тоже забав не забавно даже грустную историю познакомьтесь тоже девушкой сейчас смысл не соберусь короче познакомьтесь девушку пусть будет ее зовут мадам x и она вот только-только своим парнем расстался ей самой было 19 она со школы там 16 лет со своим парнем встречалась он не короче какой-то дурачок он учился но не смог учиться на втором курсе и отчислился она как раз работала она работала и получается их двоих содержать так он мало того то что он дурачок сам на ее 6 сидел он короче ты изменил там и общей компании там какая-то ее подруга знаком с кино и фотки он там с какой-то другой девчонкой лежал там на диване обнимался но при этом он даже не скрывал того то что она это то что он ей изменял ну ладно в итоге мы с ней встретились ну она вот это все рассказал там за душевные истории всякие и случае но мы с ней пообщались и я понял то что ну не мой человек к тому же когда я слышу разговор про всяких бывших меня сразу начинает как-то жутко триггерить и мне это не нравится потому что мне с этим бывшим целых всяких историй так в общем спустя какое-то время спустя полгода где-то еще что-то думают дек я напишу узнаю как дела вот и что по итогу вы думаете с ним сошлась она с ним сошлась она с ним они хотели жениться пожениться но не поженились она беременна стала и тут выясняется то что как она мне там сказал он выдал эпичную фразу типа ты как для семьи что или что-то а гулять я все равно буду налево и как раз когда я это узнал как у нее дела она была в инфекционке и там короче на сохранении что лежало что-то в таком духе ну капец куда девушка да да и город ты же мне там говорил типа все вы с ним окончательно расстались она нет он там что-то грудью в кулак бил женимся там ясень трясен и по итогу не женились и что у них там пиздец да и на горном ты живо не простишь она вроде как обещал то что не простит и это была история где-то опять полгода назад и сейчас ей но сейчас я не буду писать потому что у нас контактную поддержку через инстаграм а у меня сейчас новый инстаграм и найти ее я сейчас как бы не смогу вот такая вот какая-то история не знаете вот похожих историй очень много когда парни изменяют они девчонки нет мы такие сильно независимые а потом все равно туда к с ними к ним возвращаются ну по крайней мере общаются есть такой период расставания наверное полгода когда еще бывшая с текущим наверно достречиваются там еще пару раз притираются понятно чем в вертикальной плоскости притираются в горизонтальной даже горизонт плоскости протирается и ну такое приятно поэтому я когда на баду как-то узнавал ну сидел сразу узнавал типа про бывших спрашивал общаются не общается как вообще там разошлись если они там как-то на хорошей ноте разошлись обоюдно еще что-то нормально да нет не то что нормально для мета был стоп сигнал все на хорошую ноте да то есть для меня это стоп если они общаются и да если они общаются для нет как стоп фактор и я больше с ними стараюсь с контакта не вести ну общаться общаюсь но даже уже без как какую-то вторую половину пару не рассматривал так вот так вот когда мы с ней расстались после этого она сошла с другим чуваком абсолютно но и продолжал написывать мне то есть как бы блин но ты если общаешься же с другим чекам общайся какого хера ладно я сам рвал общение что типа но это все херня собачья потому что мы как бы общаться это все глупости но нет человек прям упорно бился головой в стену понимаешь что это ты искал любой повод любое оправдание лишь бы написать у девушек это жопа горит на это вот все она рассталась там со своим этим вот у нее прям жопа горит написать еще чего-нибудь по брата я думаю это любовь не думаю она там наверно по тебе нравится нравился ей больше чем она делает да ну типа блин потом писать после этого и под любыми подлогами глупо я считаю потому что ну как бы да девушкам хочется написать им хочется вот это внимание еще интересно но блин ты если рассталась с человеком то надо расставаться потому что если уже нашли причину для расставания расстались то все это значит и было ради чего расставаться значит уже не надо этому ко всему возвращаться и все такое то есть они прям упорно бьются головой об кафель готовы прошибить его бетонные стены потому что но блин а ты чувак ты все остылся все хорошо ты дальше пошел по жизни все нормально тоже с другой стресса 2 3 а она все тебе пишет пишет и пишет и пишет и это такой бля это приятно это приятно че свою максимуму блин это моя честно и вообще своем максимальный уровень но это приятно да ну как бы вот я бы не сказал что это нормально то есть как бы девушка я поняла что девушки влюбчивые существа что им тяжело вот это все но блин ты продолжаешь дальше жить все не написываю человеку но слава богу сейчас я повелся как вас не не очень комфортно но появилась как последняя скотина потому что она тоже накосячила определенных местах не буду говорить в чем ты думаешь это это получается видео обращение к ней марат как видео обращение не знаю кому да книги девушки игрек да я конечно понял про кого марат вот как видео обращение получается не люблю расскажи про эту марат рыжую ох ибо назовем ее девушку н-н-н встретился я с ней на воду приехал пообщался мы в принципе хорошо пообщались и я прям флешбэк словил от андрея получил фразу типа блин ты хороший классный но вот тип у меня есть бывший с которыми я до сих пор общаюсь и поддерживаю хорошие отношения он такой козел сволочь тварь но блин ты классный парень хороший друг а я принципиально сделал военный для протокола да не любишь его органы да вот и встречались мы с ней общались вы не встречались сообщает себя больше ну да общались и в итоге то есть она говорила что она там пьет еще что-то вот такие да или типа да вот прям чуть ли не до такого доходит но вот короче она решиться не может играл блин решайся я с девочками не дружу тут и либо идти в жопу либо продолжим нормально встречаться и в принципе девушка хорошая была компанийская интересная андрей подтвердит но мне больше другая нравилась про это очень отдельно можно рассказывать вот в общем в итоге она вернулась к своему бывшему парню который военный с которым у них там ничего не ладилось и вот все короче и вот вот эти вот девушки на баду половина которого сразу надо отсеивать генд вот это вот я рассталась бывшим я ему сейчас докажу что вот я самостоятельно ну как самостоятельная при к другому пацану и буду вот там скакать и пусть он не оплачивать не ты оплачиваешь а он оплачивает а потом я типа такая вся прекрасная раз прекрасная нет пойму что все таки я тебя люблю шоу пиздец и вернусь обратно к нему таких таких надо сразу покупать на первом свидании и в идеале вообще расплачиваться 50 на 50 не кормить вот этого существо которое там выползла непонятно откуда и блять накормите меня ну пиздец при этом по моему она я на нее был подписан я напал это не снимал с каким другим мальчишки там ну вот она вроде даже не к нему вернулся какого-то вообще левому чуваку возможно я да теперь другой чувак и кормит пока она думает о своем бывшем да самое обидное то что когда ты вроде с девушками общаешься ну там ходите гулять а потом через там какой-то месяц ты опять же видишь их подручку с каким-то парнями другими при этом слащавыми у меня так было там тоже с одной который марат познакомился самолете да вот тоже как бы какая-то не общался нет не а ты про меня да то что с ней общался она фригидный конечно шо пипец не она на самом деле не фригидную ну может быть да но налить когда мы в компании мы по-моему были вроде компоненте раз вроде один раз были да она такая не компанейская до фригидная назвала ну по ней да скажешь будто бы она овощи и как-то раз я была на свидании в одной чайной и вот она зашла с каким-то мальчиком прямо в хлам слащавым я такой думал с баду вообще это переключить и при этом такой слащавый и я такой смотрю на я думаю либо это второй кто кормит поэт либо я не знаю либо нет такой вкус то даже нихуя вкус я признаюсь честно почему я вообще перестал с ней общаться я бы возможно дальше продолжить общаться если бы не вопрос ей нужна была временная регистрация в республике татарстан чтобы участвовать то ли в конкурсе каком-то то ли поехать от универ еще куда-то что-то такое и я когда понял 100 до пошло ну вот пропиши кого-нибудь человека потом пойми что ты его выпишешь еще и узнаешь надо мне еще и бедная и не выглядит потом никогда в жизни про нее нищие бедные обмену зал ты неважно но блин я не доверяю людям то есть я доверяю только узкому кругу людей и своим друзьям вот всем остальным потому что сторонним людям верить это такой себе пока ты человека не узнаешь не поражешь что блин нахер надо какая-то тоже еще одна девушка если интересно пока андрюшка думает познакомились мы с нечисти случайно когда ехали из города н в город казань да по блаблакар да ладно из города бугульман скажем так города н из бугульмов короче из города н вот я поправлял регистратор и я не знаю что у него сбредила она думал то ли я что-то сделать собирать а про меня схватила за руку и такой типа повернулся такой тип чё за херня происходит типа ты чё она такая ой я думал вам что-то сделать хотел еще что-то я такой новенькая свеженькая а ну вот мы с это уже начали общаться это та самая та самая пылесос я хотел медленно к нам подойти но не так быстро андрей не ну да и интимные подробности не будем обсуждать интимные подробности не будем обсуждать то есть девушка хорошая до встречались мы непродолжительное время но девушка прям молодец такая интересная хорошая красиво но жила она в ебенях если честно то есть вот я когда переехал в казань вот марат да честно мы сами святые люди а то по нашим рассказам таки ангелы вален да мы честно нет мы нормальные парни уже угомонившие степенившиеся уже но я про себя сейчас говорю ладно марат еще молодой я не буду еще двигать да я уже такую суга меньше я на баду сайт знакомств все время сидят не так чтобы там какую-то интрижка что-то такое серьезное но там не сидят для этого андрей нет зачем сидят сидят но очень много тех кого потормите развеселить ну нет нет ну ты как-то неправильно что-то делал возможно да потому что я не не хожу на такие сидания с целью по по вертикали ца а я ходил по горизонтали ца чтобы можно горизонтали я нет я не ходил чтобы газа пергаза по горизонтали ца а советная многие любят переписываться особенно парни совет не нойте сообщениях то никаких таких откровенных сообщений не набросила бы даже не тёлка да потому что для меня стал показать случай я как сидел в кофейне ну там с борисами хорошо общаемся и там ну и подружки пришли и они стали ржали угорали там одно из них мальчик что-то написывал что какие такие сообщения типа вот там ну короче грубо говоря так они это обсуждали и еще ржали на них для меня был показательный пример того то что не надо никаких откровенностей шутить острить сообщениях пожалуйста отчет такой откровен это ну пожалуйста будьте милы встретитесь и поговорить чё наверно все да андрушка спасибо вам что-то как-то это не богатый на истории это такое не вспомнил суперсоветелительную историю она прикольная была у меня что-то прям хотелось так а вдруг люди это заинтересует мы потом еще историку вспоминаем самое главное не жизни жизненные настоящие да не обманутся может даже как-то более подробно раз повыёбываюсь хе-хе ладно бах валится не буду потому что это кардшеринг